Приветствую всех на своем канале, с вами Милана Мунлайт. Сегодня хочу рассказать вам об одном аромате от марки Avon, который мне очень нравится. У меня с ним есть, с ним, с этим ароматом есть определенный якорь из моего студенчества. И мне хочется вам о нем рассказать. Это аромат Tomorrow. При всей моей нелюбви к аромату Today, просто я его не совсем понимаю, постоянно говорю в своих роликах, почему я не могу его как-то принять. Сами композиции, сами ароматы, сама вот эта линейка, именно три аромата Today Tomorrow Always, она мне приятна. Она мне очень нравится. Но ароматы, вот например, как Today, не знаю, просто начинаю говорить всегда про Today, и меня просто клинит на этом Today. Но есть моменты, когда это звучит органично на людях, но сейчас не об этом. Сейчас я хочу рассказать о аромате Tomorrow. Этот аромат предоставила мне моя подписчица. Кстати, аромат 2005 года. Его создал Оливер Крест. Аромат сам по себе. Для меня, когда я с ним познакомилась, это было студенчество. Кстати, сейчас у меня закаты, буквально несколько, 15-10 минут есть, пока у меня есть такой естественный источник освещения. Я очень хочу торопиться все рассказать. Так что продолжу. Вот в студенчестве этот аромат мне очень понравился с каталога. Когда он появился, кстати, это была новинка. За него давали такую стрекозу брошку. То есть, покупаешь аромат и получаешь брошку стрекозу. Фотографию, если я найду, я вставлю этой стрекозы. И я получила эту брошку стрекозы. Получила такой красивый флакон. Как я им любила душиться. И для меня здесь на первый план почему-то выходила всегда фиалка. Вот я сейчас распылю его. Ой, какой он пряный. Свежий, пряно-цветочный. Густой. Вот сейчас я больше слышу здесь нот. Амбровый. С нотами перца. Ой, такой сладкий. И цветочный. Здесь столько нот красивых. И парфюмер очень с именем. Оливьер Крест. Прекрасные, прекрасные ароматы. Прекрасное звучание. Здесь есть раскрытие аромата. Здесь очень дозировано. Нужно подходить к аромату. Аромат густой, плотный, цветочный. Звучит всегда плотно, красиво. И очень может удушить иногда. То есть его нужно как-то либо в облако входить, либо нанести на несколько пульсирующих точек и остановиться. Какой сладкий аромат. Фруктовый, и цветочный, и амбровый. Здесь для меня мускус уходит на второй план. Даже щекотит в носу вот этот перчик. Вкусно, очень просто вкусно. В верхних нотах идет розовый перец, персик, пачули, малина. И также указано, что идут бархатцы. К сожалению, бархатцы в понимании их горечи, в понимании их пряности, как они звучат, я прекрасно знаю. Моя мама их высаживает у нас на саду, в огороде. И они звучат так ядрененько. Здесь я их не могу вычленить. Вот раньше всегда мне казалось, что здесь ода фиалки. Я чувствую здесь амбру, сладость. Возможно, это персик. Но как чистый персик, здесь невозможно вычленить его. Среди всей этой гаммы букета. Перчик еще можно, но перчик смягчается другими стучаниями. Здесь есть фиалка. Она есть в средних нотах, нотах сердца. Это цветок апельсина и фиалка. Я вот посмотрела на фрагрантики, и все правильно, она здесь есть. Почему-то мне так казалось, да. Но цветок апельсина, вот сладость, возможно, и дает, вот этот цветок апельсина вместе с персиком. Щекотит носу, возможно, это перец, но это так красиво. Это такой красивый аромат. Честное слово. Я не знаю, насколько я его люблю. Насколько это у меня якорь с моим студенчеством, с тем временем, когда я обучалась. И какие эмоции. То есть это была весна вечная, в сердце, в душе никаких помех. И все прекрасно. Ой, освещение немножко уходит. Надо перечислить другие базовые ноты. Ой, как вкусно. Ну, в базовых нотах есть сандал, мускус и амбра. И розовое дерево. Возможно, я могу сказать, что здесь я чувствую сандал, но это все вот только с перечитыванием нот. В целом композиция очень округлая. И больше для меня здесь, конечно, амбры. Мускус я здесь вообще не выделяю. Это не мускусы Нарсисса Родригеса, когда ты их сразу слышишь, сразу понимаешь. Ой, как вкусно. Просто пряно-цветочно. Аромат сладкий. Немножко бальзамично такой прислащенный. Амбровый, почулиевый. И теплый. И пряный, и фруктовый, и цветочный. Вот все, все, все в этом аромате. Я восхищаюсь данной парфюмерной композицией. Могу рекомендовать ее к расслушиванию. Для меня это, кстати, классический аромат в его понимании. И он такой, как пайный матланком. Плотно, ярко, цветочно, насыщенно, пудрово. Сладостно. Конечно, это разные ароматы. Но вот я его, кстати, носила весной, когда была студенткой. Здесь я пока еще... Мне подписчица прислала посылки его зимой. Я зимой не добралась до него, если честно. А вот сейчас весной, я думаю, вот когда тает снег, еще немножко прохладно, он будет и согревать, и окутывать, и давать цветочность. Очень красиво. Очень под настроение, под красивое. Одежду классическую. Это не под спортивную одежду, ни в коем случае. Просто у меня несостыковка происходит. Здесь все-таки классика. И такое женственное все-таки состояние в этом аромате. Вот очень он парит на коже. Просто подогревается и парит. Очень красиво. Такое пряное, воздушное, такое вот облако густое, насыщенное, с этим ароматом. Сам флакон мне, кстати, очень нравится. И сама вот эта крышка верхняя, такая обтекаемая. Не знаю, как капелька меда, либо как какой-то слиток, как же назвать, камень янтаря. Да, что-то вот в таком ключе для меня идет. Такой вот красивый цвет жидкости. Насыщенный, густой. И, в принципе, по цвету жидкости можно сказать, что аромат очень концентрированный. Очень насыщенный, очень яркий. Ну вот я уложилась за 9 минут. Еще у меня будет режим макросъемки. Уже в конце, когда я с вами прощаюсь, вы дождитесь макросъемки. Я покажу ближе упаковку. Вот при всей моей такой нелюбви, да, в Today, либо стереотипного восприятия, аромат Tomorrow для меня... Очень красив. Очень... У меня в моем сердечке. И уже очень продолжительное время. И, кстати, я покупала ручки по 10 миллилитров от Avon. Ой, какой красивый свет освещения сейчас. И у меня электрический свет, и уже закат. И очень красивая картинка получается. Буквально вот за несколько, 10 минут, как сменилось освещение. Я стараюсь просто успеть. Еще у меня на карте памяти мало времени. То есть мне надо все ролики перекинуть на компьютер. И как я его любила. Потом я вернулась, покупая такие маленькие тестеры. И в тестере можно брать сумочку, да, это удобно. Но все равно, когда у тебя есть флакон, это прям целый ритуал. Ты подходишь, наносишь его. Конечно, удобно, да, обновлять. Но главное не переусердствовать с этим ароматом. Как красиво. Восхищаюсь красотой. Спасибо, мои подписчицы, за такой подарок. Это, я не знаю, как она уловила это. Я, в принципе, не сообщала. Но очень это прям попадание в десятку моих вот таких хикорей. И прям вот этот аромат, он просто великолепен. Ну, в моем понимании, это просто и классический аромат. И яркий, и женственный, и пряный, и густой, и бальзамичный, и теплый, и амбровый, и окутывающий. Вот, не знаю. Он концентрат. Вот концентрат вот этих впечатлений, да, вот эмоций. Классическая парфюмерия, но как в максимуме. Вот здесь все-таки ода цветам. Ода вот именно красоте цветка. И красоте вот этой вот прям вот через классику идет. Не знаю же, что говорить. По-моему, у меня очень эмоциональное видео получилось. И надеюсь, вам понравился такой обзор. Конечно, рекомендую познакомиться. И себе я рекомендую все-таки прислушиваться к аромату Today. Как бы я его не любила, но находить там звучание, правда, это красивый аромат. Это классический аромат. И нельзя его обходить стороной. И как-то пренебрежительно, потому что там великие парфюмеры создают эти ароматы. И для такого сегмента бюджетной парфюмерии, да, сетевой парфюмерии, каталожной, это просто маленькие такие, даже не маленькие, это огромные шедевры. Давайте не будем как-то принижать, да, эти ароматы. Это, если сравнивать грубо, это поэма, да, грубо говоря, да, это поэма от Lancome, но очень бюджетная. И, конечно, это не поэма, да, это как одно направление таких цветочных ароматов. Но это очень бюджетно, очень доступно, но смотря даже, что цена в каталоге чуть выше на эти ароматы, чем на остальные, но я считаю, что это того стоит. Такая любовь, такое амбровое, свечание, сердечко, янтарь во флаконе, такая янтарная упаковка. Всем желаю парфюмерных находок, всем, что и воздушный поцелуй, и всем пока-пока. Снимаем макросъемку для вас, режим будет более ближе, флакон, хочу показать ароматы Тумору от Эйвен. Куэвальный флакон, я давно уже знакома с ароматом, начиная со студенчества, даже, ой, наверное, со скольки, наверное, с 20 лет. Вкусный, пряный, такой с ирисовыми звучаниями, фиалковыми, на такой густой подложке, такой янтарный цвет, жидкость, я бы как красиво, такая обтекаемая форма. Из этой линейки, кстати, аромат Тумору мне более кажется для меня приемлемым, носибельным, если можно так сказать. Такое розовое золото, красивая надпись, с ароматом, конечно, лучше не перебарщивать. Умеренная дозировка, пульсирующие участки, и все будет хорошо. Поливаться обильно, даже в облако входить, то есть, либо что-то одно, но не все вместе. Красивая упаковка, я аромат люблю, аромат мне предоставлен подписчицей, я неоднократно покупала маленькие флаконы по 10 миллилитров для ношения в сумочке. Но, опять же, повторюсь, нужно применять его дозированно, аккуратно, чтобы не было удушающих эффектов у окружающих. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok